Радио «Вера» представляет Святитель Амфилохий жил в IV веке в Кесарии Каппадокийской на территории современной Турции. Он приходился двоюродным братом великому христианскому святому Григорию Богослову. Также он был близким другом другого отца церкви, святителя Василия Великого. Амфилохий, их младший современник, ученик и последователь, долгое время жил в пустыне, в затворничестве. По преданию, святому Амфилохию трижды являлись в видениях ангела, призывая его на служение. Епископ Амфилохий прославился как писатель и проповедник. О нем говорили, что молитва святителя была так дерзновенна, что по ней Господь исцелял душевные и телесные недуги его паства. Церковь верит, что святые выступают ходатаями перед Господом. В его святой воле преклонить слух к молитвам о нас тех или иных святых угодников. Сегодня мы вспоминаем святителя Амфилохия и обращаемся к нему. Моли Бога о нас! Святитель Григорий родился на острове Сицилия в городе Акраганте в VI веке. Мальчик получил хорошее образование, а в 12 лет начал служить в церкви. Уже взрослым юношей Григорий отправился в Иерусалим, там он принял священнический сан. Некоторое время Григорий подвязался в обители старца-пустынника, учась смирению и правилам иноческой жизни. Спустя годы он покинул затвор. Побывал в Константинополе, где принял участие в V Вселенском соборе. Однажды Григорий пал жертвой клеветы и доноса. Его заключили в темницу в Риме. Епископ Григорий молился там так истово, а жил так праведно, что вскоре к нему в тюрьму стали приходить люди за помощью и поддержкой. Сторонники Григория убедили римского епископа созвать собор, на котором дело было еще раз пересмотрено и справедливость восторжествовала. Святитель Григорий с почестями вернулся на свою кафедру и управлял ею до своей мирной кончины. Церковь чтит епископа Каргантийского Григория за его подвижническую и праведную жизнь. Его молитвенность, личная скромность вот уже 15 веков вдохновляют православных христиан. Церковь молится святителю Григорию «Моли Бога о нас». Святой и благоверный князь Александр Невский родился в 1220 году в Переславле-Залесском. Отец его, новгородский князь Ярослав, был младшим сыном Всеволода Большое Гнездо. В сложную историческую эпоху князь Александр Невский проявил себя как умелый военачальник, убежденный патриот и истинный христианин. Памятен его призыв к русскому войску перед битвой с шведским ярлом Бергером. 20-летний князь обратился к воинам. Не в силе Бог, а в правде. «Иные с оружием, иные на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем». С небольшой дружиной князь разбил грозного врага. Через два года состоялось решающее сражение с немецким рыцарским орденом на Чудском озере. Защитив западные пределы страны с помощью веры и оружия, на Востоке Александр Невский действовал как дипломат. Он играл на противоречиях между Золотой Ордой и Монголией и не раз уберегал Русь от новых набегов кочевников. Одним из первых князь Александр Невский начал христианизацию Востока. Возвращаясь из очередной поездки в Орду, князь скончался. Перед смертью он принял монашество с именем Алексий. «Мощи святого благоверного князя Александра Невского почивают в Троицком соборе Александра Невской Лавры в Санкт-Петербурге». Церковь прославила князя Александра Невского не только как правителя, который защищал русское православие и помогал церкви. В первую очередь христиане чтят его за личную праведность. Мы просим святого благоверного Александра. Моли Бога о нас. Святитель Митрофан, епископ Воронежский в миру Михаил, родился в 1623 году в семье потомственных священников. Известно, что до 40 лет он жил в миру. Был женат, воспитывал сына, служил приходским священником в селе Блис Владимира. Лишившись супруги, священник принял постриг с именем Митрофан. Вскоре он был избран игуменом Яхрамской обители, а через 10 лет стал архимандритом знаменитого Макариево-Унжинского монастыря. В то время наиболее остро вставал вопрос борьбы со старообрядческим расколом. Для этого были созданы новые епархии, в том числе Воронежская. Руководить ей стал Митрофан. В 1696 году в Воронеж прибыл царь Петр I. В окрестностях города строился флот для похода на Азов. Епископ Митрофан активно помогал строительству средствами, а молодому царю – советами. Скончался святитель в 1703 году. Сам царь Петр нес гроб до усыпальницы. Прощаясь, он сказал, «Не осталось у меня больше такого святого старца. Ему же буди вечная память». Церковь чтит в лике святителей епископов или архиереев, угодивших Богу своей праведной жизнью. Епископ Воронежский Митрофан стал образцом пастыря и христианина для всех, кто знал его лично и читает его житие спустя столетия. Мы просим святителя Митрофана, моли Бога о нас. Преподобный Колумбан – один из выдающихся ирландских миссионеров и проповедников. Его еще называют «монахом, объединившим Европу». Ведь, проповедуя евангельскую весть, Колумбан прошел через Францию от Британии до Бургундии, плыл по Мазелю и Рейну, по землям современной Германии, Швейцарии и Австрии, пересек Альпы и завершил свой путь в Северной Италии. Колумбан родился в 543 году в ирландском городе Ленстер. В то время Ирландия была центром распространения христианства и церковной образованности в Западной Европе. Колумбан получил духовное образование в христианском монастыре, выучил латынь и греческий. Вместе с 12 спутниками он отправился на проповедь христианства в Галию, современную Францию. Колумбан основывал монастыри, обращал в христианство местных жителей франков и их правителей. Из-за конфликта с королевой Брунгильдой Колумбана чуть не изгнали в Ирландию, но буря вынесла судно обратно к берегам Франции. Новый маршрут миссионера лежал на юг современной Германии. Там монах нашел поддержку у короля Теодеберта. Он приказал построить для пожилого Колумбана лодку и дал команду гребцов. Ирландский миссионер отправился с евангельской вестью по водам крупнейших рек Европы – Мазеля и Рейна. Они были естественной границей и в то же время надежным средством сообщения нескольких европейских королевств того времени. В 613 году Колумбан основал близ Милана монастырь Бобио. Там проповедник провел два последних года земной жизни. Обитель стал одним из центров образования и книжного знания эпохи раннего Средневековья. Скрипторий или библиотека аббатства Бобио вдохновил писателя Умберто Эко на создание романа «Имя Розы». Церковь чтит преподобного Колумбана за праведность жизни и его труды по распространению православия. В 2018 году его имя было внесено в Месяцы слов Русской Православной Церкви. И сегодня мы просим, преподобный Колумбан, моли Бога о нас. Субтитры создавал DimaTorzok